Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев и я продолжаю проект Joomla Sensei, проект о бесплатных расширениях для Joomla. И на очереди у нас компонент форума. В последующих несколько уроков я буду рассказывать об этом форуме, как его установить и посмотрим его настроечки. Форум, который мы будем рассматривать для Joomla называется Kunena. Этот форум является одним из самых лучших из бесплатных форумов для Joomla. Я очень давно пользуюсь этим форумом, начиная даже с Joomla версии 1.5, тогда он назывался по-другому. Вы можете посмотреть на работоспособность данного форума прямо с моего блога feodorvasiliev.ru. Если вы не знаете, у меня здесь есть такая кнопка форум. Перейдете на этот форум и можете посмотреть, как он выглядит. Форум хороший, я не просто так сейчас делаю о нем уроки, так как я его уже давно юзаю, давно использую. В данном форуме, если вкратце сказать, нету каких-то таких крутых фишек, которые могут использоваться на каких-то коммерческих форумах, но здесь есть все самое необходимое, что нужно для форума. В августе 2016 года, то есть совсем недавно, вышла новая абсолютная версия этого форума. Называется он Кунена 5 серии. Сам форум Кунена имеет свой шаблон. Сейчас вы видите, вот такой он в белых тонах. В принципе, я его так и по умолчанию использую. Он мне в моем шаблоне подходит. Вообще, с шаблонами для форума Кунена проблема. В плане бесплатных шаблонов на него, на пятую версию, тем более сейчас вы не найдете в сети интернет, даже платных шаблонов. Я тут недавно смотрел в интернете. То есть разработчики просто не успели обновить существующие свои шаблоны до версии 5. А так вообще, в принципе, под него, если вас родной шаблон Кунена не устроивает, под ваш дизайн сайта не подходит, вам придется либо заказывать разработку шаблона именно для форума Кунена, либо купить готовый шаблон, либо использовать существующий шаблон, как-то его видоизменить, если у вас есть знание КСС. Вот я вам для примера, например, взял вот такую вот контору разработчиков. Здесь прямо можно templates, вот Кунена templates. Вы можете в гугле поискать, какие шаблоны есть для форума. Вот здесь их, в принципе, не так и много. И опять же, прежде чем покупать, убедитесь, что шаблон поддерживает пятую версию Кунена, так как на четвертую версию он не подойдет. Вот смотрите, я перешел внутрь, значит, в полную статью, да, так сказать. Можно посмотреть вот здесь вот live demo, то есть как будет выглядеть дизайн шаблона для Кунена. Здесь вот, кстати, в слайдах тоже видно, как он выглядит. Вот если я не ошибаюсь, здесь вот показано Кунена 3.0. Вот здесь вот написано, да. Версия шаблона 2.2. Давайте посмотрим. Нам нужно для пятой версии. Скорее всего, еще нет. Но это не единственная контора, которая делает шаблоны. Вот здесь написано Кунена 4.0. То есть это тоже у нас шаблон не подойдет. Он у нас не встанет на пятую версию. Так что если у вас острая необходимость как бы сейчас установить на ваш сайт форум, если вас вот такой дизайн светлый не устраивает, то сразу задумайтесь о том, что сделать здесь вы сможете. Если есть денежки, можно заказать шаблончик или поискать. Я у одной какой-то конторы видел 5.0 уже шаблон, то есть они уже появляются. Может быть что-то можно найти. Стоят они от 20 долларов, хотя вот здесь вот написано 60 долларов почти стоит этот шаблон. То есть это очень-очень дорого. Где-то цена шаблона, если брать сразу покупать, это около 20 долларов. На заказ наверное будет дороже, но смотря где брать. То есть кто будет разрабатывать вам шаблон. Пока если вы только изучаете, если вы хотите форум изучить, посмотреть как он работает, не заморачивайтесь, ставьте обычный шаблон, который там есть вот у форума Кунена. Вот. И вкратце что можно сказать. Здесь можно назначать модератора, если это нужно. Если вы сами не будете модерировать, вы можете как администратор следить за этими модераторами. То есть человек пишет вам на форуме, к вам на email тут же приходит уведомление, что кто-то в нужном разделе в каком-то задал вопрос или еще что-то. И модератор, человек которого назначили на тот или иной раздел форума, тоже будет получать уведомление на электронный ящик свой о том, что появился какой-то новый ответ или новый вопрос. Вот. Потом есть редактор, то есть при добавлении постов. И вот мне, например, очень важно на форуме такая фишка. Вот видите, решено. То есть у меня идет как бы вопрос-ответ. Если проблема решилась, если на вопрос ответ был получен, то я меняю статус у поста на вот такое вот значение «Решено». То есть это уже идет в самом шаблоне. Раньше такого не было. Мне это было очень нужно. То есть, например, вот здесь, видите, идет вопрос. То есть пока такой галочки нету «Решено», значит вопрос еще не решен. И там есть другие вариации, как можно использовать это. В пятой версии мне очень нравится добавить социальные кнопки. Здесь вот разный дизайн можно будет выбрать. Мы с вами подробно в следующих уроках будем рассматривать сам шаблон, его настройки. Значит, сделали. Мне очень нравится в новом таком тренде круглые аватарки. Вот здесь вот видно, да? Хотя в этом шаблоне их можно переключить на квадратные, если это нужно. Даже можно сделать скругленные. Там несколько вариантов. Но это все мелочи, но как бы из мелочей все складывается. И получаются очень-очень как бы классные фишки. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Мы можем войти на сайт, авторизоваться прямо через форум. То есть вот здесь вот у нас есть такая вот авторизация. И здесь добавили, как в социальных сетях. Видите, можем поставить статус. Невидимый. Занят. Ушел на форуме, как в социальной сети. Не совсем думаю, что это подойдет на форуме. Мне это абсолютно не нужно, но кому-то, может быть, это пригодится. То есть вот этот статус, он у нас подписывается прямо под аватарой. Нет в сети. Вот эта информация была раньше развернута. Теперь у нас она свернута. Не знаю, мне больше нравилось, когда это все было развернуто. То есть сколько сообщений оставили, репутация, спасибо, сколько раз вы получили и так далее. То есть нажали вот на эту кнопку спасибо. Теперь давайте попробуем поставить этот форум к нам на Joomla. Сейчас я на тестовый сайт буду ставить этот форум. Есть два варианта, как вы сможете скачать, установить этот форум. Официальный есть сайт. И давайте в этом уроке мы рассмотрим. Из административной вкладки Joomla, как устанавливать данный форум. То есть я вообще привык классически устанавливать расширение. То есть идти на официальный сайт разработчика, ставить расширение на сайт. Но в этом уроке давайте посмотрим. Вот такая здесь вкладочка есть у нас на Joomla третьей серии. Jet. То есть у нас тут представлены практически все популярные расширения. Как большому счету разницы нет, как вы это поставите. Только официальный разработчик или здесь? Не качайте пожалуйста форумы, несмотря на что он бесплатный, на каком-то сайте, который удобный для вас. То есть какой-то сторонний, там обязательно они могут засунуть туда какие-то вредоносные ссылки. Вам это не нужно. Форум бесплатный, лучше качать его официально, так сказать. Его здесь сразу не видно. Мы можем, вот здесь вот есть поиск такой, написать кунена. Кстати, если вы эту вкладку отключали, как назад ее включить, если у вас ее не видно. Вот в этом режиме, например, вы находитесь. Здесь есть кнопка настройки. В джумле. И вот здесь вот у вас, если будет скрыто, то панели Jet не будет. Вы включаете ее и сохранить закрыть. Все, вкладочка у вас здесь появится. Давайте в поиске напишем кунена. Пишется это вот так. Нажимаем Enter. Или нажимаем на соответствующую иконочку. У нас он почему-то появляется не в самом верху. Хотя, должно было бы так быть. То есть, поиск должен был так работать. Но у нас кунена где-то, наверное, ниже. Вот она у нас на порядок ниже находится. Мы кликаем по значку кунена. У нас появляется... Мы как бы заходим внутрь, да? Так, содержим его. И вот здесь кнопка Install. Установить зеленый. Давайте на нее и кликнем. Нажимаем на кнопку следующий наш шаг. Установить. Ждем процесса завершения установки кунена на наш сайт Joomla. То есть, у нас вот здесь идет такой прогресс-бар. Ждем. Установка завершена. Сведения по установке. Смотрим, что у нас тут. Все должно написано ОК. Я сейчас нахожусь на хостинге. То есть, не на локальном сервере. Устанавливаю прямо на хостинге. На тестовом своем домене. Можно перейти к форуму или закрыть. Давайте перейдем к форуму. Сразу посмотрим. То есть, он у нас выглядит вот так. Вот если у меня просто форум здесь уже стоял. Возможно, русский язык у вас не будет сразу стоять. Этот форум также находится компоненты. Кунена форум. Вот здесь вот он, да? Как русифицировать данный компонент? Он на русском языке у нас, конечно же. Можно кликнуть вот на эту кнопочку. Если у вас она сразу не рассуфицирована, вот этот форум. Сюда вот кликаем. Мы попадаем на официальный сайт Кунена. Здесь мы кликаем на кнопочку Download. Вот здесь вот, да? Третья кнопочка. И без регистрации мы можем скачать и сам форум Кунена. Вот у нас сейчас версия. В данный момент записи урока. 5.01. Вот здесь кнопочка напротив Download. И нам нужен Language. Вот он ниже. 5.01.2 версия. Кликаем здесь Download. Видите, мы можем сейчас скачать на компьютер. И русский язык устанавливается так же, как и расширение. Не надо лезть в какие-то папки, что-то закидывать. Устанавливается так же, как и расширение. То есть вы просто переходите на расширение менеджера расширений. Переходите на вкладку Загрузить файл Пакет. И вот здесь вот выбрать файл с компьютера. Выбираете и загружаете. Русский язык сразу встанет по умолчанию. Переходим к Кунена форуму. Вот можно здесь видеть справа версия Кунена 5.01. Последняя на данный момент, да? Разного рода информация здесь идет. Автор и так далее. Так, о дальнейших настройках. И что здесь у нас имеется, рассмотрим в следующих уроках. Давайте перейдем на сам сайт. Посмотрим, что у нас здесь происходит. Здесь у нас пока ничего нет. Мы с вами переходим. Меню. Смотрите, у нас появился Кунена меню. Если мы зайдем в My Menu. У нас здесь уже есть форум. То есть в пункт меню уже появился. И он выключен. Так, давайте теперь посмотрим Кунена меню. Что за Кунена меню. Здесь у нас идут именно странички самого форума. Сейчас более детально мы с вами рассмотрим. То есть если что-то не нужно, какой-то там пункт, мы сможем его отключить. Смотрите, мы просто переходим в My Menu. Наше корневое меню. Зайдем в форум здесь. Здесь в принципе это обычный пункт меню. Он по умолчанию создается. Мы его просто опубликуем. Сохранить, закрыть. На нашем сайте обновим страницу. Появляется в пункте меню форум. Кликаем по кнопке форум, по ссылке. И у нас первоначально он выглядит вот таким вот образом. Есть статистика всевозможная. Ее также мы сможем отключить. Если она будет нам не нужна. Созна по умолчанию. Здесь у нас уже форум. Статья. То есть она идет всегда по умолчанию. Здесь мы ее с вами удалим. Она нам не нужна. И вот есть такие кнопочки. Поиск, там оглавление. Если мы кликнем сейчас на форум, вернемся с вами. Например, вот поиск. Если, например, поиск по форуму нам не нужен. Хотя, скорее всего, он будет нужен абсолютно всем. Я просто вам покажу. Мы переходим к унену меню. Вот здесь их можно отключить. Например, вот в самом низу у нас есть поиск. Но вот я бы отключил, например, помощь. Если только вы эту помощь, страницу создадите свою какую-то. То есть как работать с вашим форумом и так далее. Вот, например, поиск. Мы кликаем по галочке. Отключаем поиск. Давайте сразу на сайте посмотрим. Вот у нас вкладка поиск пропадает. Ну вот, в принципе, так вот просто и легко у нас форум устанавливается на Joomla. Абсолютно без всяких заморочек. И, кстати, настроить его будет не так уж и сложно. Главное просто вникнуть, какая опция за что отвечает. То есть сам форум в понимании, он несложный. Его настроить недолго. Другая проблема найти для него дизайн подходящий. Но если дизайн вам классический, такой по умолчанию, он вам подходит, вас устраивает. То у вас проблем в принципе никаких нет. Как работа с данным форумом, что есть внутри, что есть внутри интересного, мы обязательно с вами рассмотрим в следующих уроках. На этом уроке я ставлю паузу. И увидимся с вами в следующем уроке. Если для вас урок был полезен, ставьте, пожалуйста, палец вверх. И подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. На этом здесь все. И до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или с сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostic. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены – мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok